Фу, очень противно. Лечение пиявками называется герудотерапия. Очень помогает при лечении многих заболеваний. Сегодня я расскажу, какие еще виды нетрадиционного лечения существуют и что о них думают классические специалисты. Самое полезное в пчелах не мед, а яд. Так считают апитерапевты. Александр один из тех, кто лечит людей укусами, не своими, а пчелинами. Воздоровление происходит за счет обезболивающего эффекта, за счет противовоспалительного эффекта и за счет попадания в организм, в частности в кровь, различных веществ. Это аминокислоты, это белки, это жиры, но самая важная часть пчелиного яда – это пептиды. Они-то и лечат. От мигрени, язвы, желудка и даже ревматизма. Главное – немного потерпеть. Желательно не брать за брюшко. Можно или за крылья, или за голову, за туловище. Здесь все просто. Нужно приложить печеньку, перевернуть точки и дать ей выпустить жало. Дальше яд уже сам проникает в кровь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы начинал сеанс? Для Аллы этот сеанс уже 12-й, практически последний. Говорит, за это время к пчелиным укусам привыкла, поэтому не так больно. Первые где-то 20-30 секунд обычно больно, а потом боль отпускает и совершенно нормальные ощущения. Аллу беспокоили боли в ноге и руке, последствия детской травмы. Врачи в поликлинике советовали больше отдыхать и пить таблетки. Алле не помогло, поэтому лечиться решила нетрадиционно. Мне стало легче ходить, то есть исчезли боли, то есть объем движений в руке и в ноге стал гораздо больше. Надеюсь, что поможет и окончательно избавлюсь от своих проблем. А ходить действительно стало легче. Сейчас Алла каждый день гуляет в парке, а буквально недавно не могла даже выйти на улицу. Да, вы расскажите, как долго раньше гуляли вообще и как сейчас здесь почувствовать? В прошлом году я вообще практически не выходила на улицу, то есть на балконе дышала свежим воздухом. А после четырех недель, все вот это сеансы пчелого заления, то есть смотрю, так и сил побольше прибавилось, и хожу, видите. Курс лечения пчелами занимает пару месяцев. За это время совершается около 200 укусов. Если самочувствие не улучшится, то через три месяца сеансы апитерапии повторяют. Первоначально необходимо поставить диагноз. Диагноз профессионально поставить только доктор европейской медицины. А дальше, если будет нужно, необходимо применять и этот метод лечения. Но он является комплексным, не является одиночным. А это уже ипотерапия. Лекарство здесь верховая езда, а главное врачи и лошади. Они лечат своими движениями. Во-первых, за счет того, что это большое живое существо. Во-вторых, то, что температура тела лошади выше, чем человеческая. И шаг идентичен шагу человека. Шаг лошади идентичен шагу человека. Давай. Давай, давай, давай. Занятия проходят в игровой форме. Это не только полезно, но и весело. Тем более детям. Ринате 10 лет. У нее аутизм. Традиционные методы здесь бессильны. А вот верховая езда – то, что нужно. Слышишь? Привет. Все. Мама Ринаты всегда рядом. Поддерживает и наблюдает за каждым занятием. Сегодня только четвертая, но эффект уже чувствуется. Особенно в поведении дочери. Ну, она ведет себя спокойнее, намного спокойнее. То бишь, видимо, мышцы расслабляются, и она послушная, что для аутиста это не очень характерно. Хорошо себя ведет, очень. Очень важная часть ипотерапии – это кормление животных, которое, между прочим, вызывает не меньше восторга, чем катание. Угощайся. Ну и в таком нетрадиционном лечении есть свои противопоказания. Все острые заболевания и травмы, а также злокачественные опухоли. В остальном, даже здоровым людям, верховая езда идет на пользу. Лечение верховой ездой – это этап в дополнение к реабилитации. Но в первую очередь, если что-то произошло, и вы бы хотели этим заниматься, в первую очередь надо, безусловно, обратиться к специалисту по профилю данного заболевания и получить разрешение на консультацию врача лечебной физкультуры. И уже врач лечебной физкультуры уже может сказать предметно – можно или нельзя. Лечебной физкультуры Прислушаться к своему телу – единственное, что требуется от пациента. Остальное сделает специалист. Именно от него зависит состояние человека. Самое важное – определить зону беспокойства. Делается это благодаря прикосновениям. То есть, в принципе, мне уже понятно, что мне нужно работать с седьмым шейным позвонком или с плечевым поясом и шеей. Юрий Сапельниченко может помочь при травмах, высоком давлении и еще целом списке заболеваний. И все руками. Этот вид массажа авторский, интегральный. Смесь тайского и остеопатии. Руки Юрия действительно золотые. За 7 лет изучения разных техник он придумал свою, уникальную. Это доказывают и пациенты. Когда делают обычный массаж, в голове рой мыслей. Сейчас я прям где-то питаю. Мыслей нет, и мыслей уже не покидают. Такой массаж в среднем длится около двух часов. Часто клиенты настолько расслабляются, что засыпают. Но на этом лечение не заканчивается. После процедуры обязательно общение и ценные указания. У Ноны этот сеанс пятый. Обратиться решила по совету подруги. Юрий сразу определил, что у нее болело. Девушка изначально решила, что классическая медицина здесь бессильна. Я думала, что это сердце. Мама настаивала к кардиологу пойти. Интуиция. Она прям подсказывает, что обычные врачи здесь не нужны. Они могут, конечно, что-нибудь прописать, успокоить. Но это не то, что надо. У Юрия медицинского образования нет. Но классическую медицину и другие альтернативные методы он не критикует. Говорит каждому свое. Главное, чтобы помогало. Было много разных случаев. Один из самых ярких случаев, когда женщина, обращавшаяся к врачам, за тем, что у нее не получилось родить, после сеанса у нее получилось забеременеть. Не следует обращаться сразу к массажисту. Массажист – это специалист по производству массажа. Он не может, мне думается, поставить достоверный диагноз, определить, что именно повреждено у пациента, что это просто какой-то ушиб или растяжение, или же там какой-то перелом. В итоге я понял, что в альтернативной медицине нет ничего плохого, и хороших результатов в лечении можно добиться и здесь. Но прежде обязательно нужно проконсультироваться у традиционных специалистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин